Вместо плотных штанов и толстовок легкие футболки и колготки. В детском саду 312 отопительный сезон уже начался. Вчера подали заявку, сегодня батареи уже согревают всю группу. В группе стало прохладнее, и детей мы одевали потеплее. Но сейчас в группе температура комфортная, дети одеваются полегче. В новом отопительном сезоне были проведены техническое обслуживание оборудования котельной, гидроиспытание тепловых сетей, а также ремонт отдельных участков. Согреть каждый дом уже готовы казанские котельные. Здесь, к примеру, после капремонта вся система работает автоматически. От подготовки воды до ее подогрева. Пустить ее по батареям планируют 21 сентября. К этой котельной подключено 25 объектов, в том числе 3 жилых дома с десяток медицинских и учебных медицинских учреждений и прочие потребители. Ребятишки, вам не холодно? Нет! Подключили отопление в некоторых детских садах и школах Нижнекамска. Обеспечить теплом все соцобъекты обещают до 18 сентября. В челнах батареи согреются уже завтра. Через 3-4 дня отопление появится и в домах. Заменено более 18 километров тепловых сетей. Проведены осенние испытания. Это последние испытания на гидравлическую прочность. И надо сказать, что постоянно на сегодняшний день мы готовы к запуску тепла. Официально отопительный сезон стартует тогда, когда в течение 5 дней средняя температура не превышает 8 градусов. Однако сегодня уже в 9 районах республики тепло. В республике Тарстан отопительный период начался уже с 14 сентября. У нас 2 района. Первыми подали тепло. Татюличинский район и Муслюмовский район. В первую очередь тепло подается на социально-культурные объекты. Это наши садики, школы и больницы. Плюс 12-14 днем, а ночью температура еще ниже. Судя по ближайшим прогнозам, от небесной канцелярии стоит ждать не солнечных лучей, а дождя и туч. Поэтому пока тепло не пришло, в каждый дом татарстанцы утепляются как могут. Обогреватель включаю. Только так, а больше никак. У нас есть вентилятор. Конечно, мы им не пользуемся, потому что вечером, когда вся семья дома собирается, уже более-менее надышим кислороду. Сразу тепло становится. Мы ничего не включаем так-то. В принципе, как бы одеваемся, просто потеплее. Пока еще терпимо. Полы промерзают полностью, стены промерзают. Как вы считаете, нужно уже тепло? Ну, хотелось бы. Если же в доме невыносимо холодно, то жители могут обратиться в управляющую компанию, чтобы тепло им дали раньше установленного срока. Зарин Ахмед, Вальшат Аюпов, Рамиль Закиев, Адель Ментубаев, ТНВ, Татарстан.